Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире информационный блог от Славянской Церкви Дунтицев 7 дня здесь, в городе Сакраменто. Как всегда, несколько слов о жизни и служении нашей общины. Уже в эту субботу у нас проповедовать будет гость Фадим Гриц. Он приготовил очень интересную проповедь. Проповедь будет на английском языке с переводом на русский язык. Вы знаете, мы все же еще в той стадии, когда мы пробуем наше служение проводить сразу на двух языках. Так что, надеюсь, это будет всем благословение. Не только для тем, кто понимает только русский язык, но и для тех, кто лучше понимает английский язык. Приглашаем всех, не пропустите это служение, оно будет очень-очень интересно. Также хочу сказать, что в эту субботу после утреннего служения у нас будет небольшое членское собрание, на котором, как мы уже говорили ранее, мы будем принимать бюджет на 2024-2025 финансовый год. Мы готовим 3500 комплектов литературы для миссионерского служения нашей общины. Этот комплект будет выглядеть вот таким вот образом, в пакетике прозрачном, в котором есть отверстие, для того, чтобы его было удобно подцепить на дверную ручку. В каждом таком пакете или комплекте будет книга «Великая борьба», будет журнал о здоровье, и также будет вот такой флайер и закладка с логотипом нашей церкви, а также QR-кодами медиаслужения нашей общины. Мы бы хотели, чтобы эти комплекты, в первую очередь, наши члены церкви, распространились среди своих соседей. За 20 долларов можно будет приобрести 8 таких пакетов. Мы не ограничиваем никого в том, сколько комплектов люди хотели бы купить, потому что наша задача, чтобы это как можно быстрее можно было распространить тут, в нашем городе. Также у нас работает по сегодняшний день программа поддержки миссионерского служения или поддержки миссионеров. Что это означает? Если вы не знаете, кому можно подарить такой комплект литературы, но у вас есть средства, чтобы купить эти комплекты, вы можете прийти в библиотеку и сказать, что я бы хотел купить комплект или несколько комплектов этой литературы для миссионеров. Тогда те люди, которые знают, кому это можно было бы подарить, но у них нет достаточно средств, чтобы приобрести нужное количество этих комплектов, они смогут получить их бесплатно. Очень надеемся, что этот метод евангельского служения, он тоже принесет свои благословения, и многие люди смогут услышать весть спасения из трехангельской вести книги Откровений. Поэтому, дорогие друзья, будьте готовы, в ближайшее время, как только мы рассортируем все эти пакеты, мы дадим им информацию, и вы сможете их приобрести. Как мы уже говорили, после летних каникул возобновляют свою работу домашние церкви, наши общины, и мы будем очень рады, если вы присоединитесь к одной из них, или же вы согласитесь, чтобы организовать такую домашнюю церковь в вашем доме. Также мы и дальше ищем лидеров, людей, которые готовы возглавить эти домашние церкви, для того, чтобы там собираться с людьми, следовать священное писание, молиться вместе с ними, делиться опытами, не просто поддерживать друг друга, это чудесная возможность для того, чтобы возрастать духовно в этих обстоятельствах, и не только, находить друзей, знакомиться для детей, находить новых друзей, это чудесная возможность для того, чтобы мы становились ближе друг к другу. Пока эта возможность существует, давайте будем ее использовать. Если вы бы хотели присоединиться к одной из домашних церквей, или организовать у себя домашнюю церковь, или, как я уже говорил, стать лидером одной из домашних церквей, обращайтесь к руководителю миссинерского отдела нашей церкви Ильи Гриневичу, и он поможет вам с решением любого из вышеперечисленных вопросов. Напоминаю, что уже скоро, а именно с 28 сентября по 5 октября у нас будет проходить молитвенная неделя, а 5 октября у нас будет служение вечерей Господней. Будем очень рады видеть вас на каждой из этих встреч. Ну, а 19 октября у нас будет день благодарения или праздник урожая, а следом за ним 20-го будет осенний детский фестиваль. Ждем всех вас еще раз на каждой из этих встреч. Это будет очень и очень приятно. Приглашайте друзей и знакомых, чтобы эти проекты, они тоже стали миссионерскими, и могли новым людям открыть Бога вот в том свете, в котором Он открывается нам в Священном Писании. Молитвенный блок. Мы и дальше продолжаем молиться за нашу сестру Ольгу Питл. Мы молимся за ее исцеление, чтобы он поддерживал также и родных и близких, которые переживают и рядом с мамой, чтобы поддержать ее в это время. Конечно же, мы не перестаем молиться и о том, чтобы окончилась война в Украине, на Ближнем Востоке, и чтобы все конфликты, которые существуют в нашем мире, они могли регулироваться каким-то образом. Мы молимся и дали о том, чтобы Христос как можно скорее вернулся на эту землю, потому что понимаем, только это будет решением всех тех проблем, с которыми человечество сталкивается тут, на этой земле. В заключение хочу прочитать текст из Священного Писания, этот псалм 114, первый стих. Я люблю Господа, потому что Он услышал мой голос, мои молитвы. Слава Богу за то, что Он слышит наш голос, слышит наши молитвы, дарует ответы на эти молитвы, ведет и поддерживает нас своей рукой. Благодарю вас, дорогие друзья, и до встречи на наших служениях. Слава Богу за то, что Он слышит наш голос.